здравствуйте уважаемые подписчики и гости моего канала с вами марина на канале мои шесть соток продолжаю цикл видео от фузариозе на своих орхидеях которые подцепили эту гадость вот сейчас я смотрю листья начали желтеть на орхидеи и я их начала срывать что показывает скрытие все эти листочки основания черные то есть там присутствует гниль орхидея жаль сразу не стала вам снимать на ней было много листьев в принципе вы можете посмотреть первую вторую часть где я обрабатывала топазом от фузариоза вот вы видите да вот это такое сиреневое сиренево-малиновое пятно говорящие о фузариозе вот все она эти как поражено фузариозом и зеленкой обрабатывала и топазом я обрабатывала но однако результата особого я не увидела как продолжал развиваться фузариоз так и продолжает это вообще такая гадость опасная хотя вот посмотрите какие цветы орхидеи она у меня цветет принципе выглядит хорошо на вид если не смотреть на ее шейку вот ее цветы что-то уже начинает отцветать ну а так в принципе ведь ничего если бы не черная . я думаю это серая гниль нет это фузариоз и от нее от этого заболевания легко тяжело избавиться вот что я подумала сделать вы посмотрите цикл видео где я показываю каждую из орхидей пораженную и в предыдущем видео я показывала орхидею шикарной листвой шикарной корневой системой которую которую который шейка гнила изнутри мне пришлось отрезать макушку а низ мне пришлось выбросить потому что там все было поражено гнилью также с этой орхидеи я поступлю я срежу макушку несмотря на то что цветоносы у нее и попробую ее спасти ну вот я срезала макушку посмотрите как она выглядит конкретно видно что растение заражено что она больное и как глубоко фузариоз проник в ткани еще я вижу цветонос под цветоносом цветонос вот я вам покажу его вот он видите под сухим цветоносом лезет новый цветонос но ему не судьба образоваться потому что вот это все я буду срезать до живой ткани как выглядит шейка на материнском растении тоже ужасно сейчас попробую зачистить вот смотрите я пыталась добраться до живой ткани я сорвала листья и сколько я не срываю они все пораженные посмотрите видите и гниль на них сразу и вот это фиолетовая сожалению наверное я орхидею данную не спасу и посмотрите на ее шейку она вся полностью вся поражена причем вот я цветоносы брала этот цветонос нормальный а под другим цветоносом была прям такая гниль располагалась цветоносы естественно я тоже выброшу вот видите какой красивый кажется цветонос на вид а толку когда вот такая картина я дошла до самой макушки потому что этот лист 2 у нее тоже прям гнилью был поражен а теперь смотрите как выглядит растение смысла оставлять его нет нужно выбрасывать как бы не было жалко здесь нечего восстанавливать причем посмотрите орхидея несмотря на заболевания она гонит новый листик вот в центре новый лист и он уже поражен то есть эту орхидею я не спасу ну вот я зачистила до живой ткани и вот что получилось центре камеры не передает к сожалению но я вижу что там листочек маленький такой листочек вот но орхидея осталась без без шейки остался только один лист попробовать поставить над водой нарастить корни лист вроде живой ничего вот никакого признака фузыриоза на нем я не вижу но нет шейки я думаю шансов нет я конечно поставлю на 2 до посмотрю что будет и самое обидное что многие мои орхидеи этой гадостью поражены мне один подоконник полностью но ладно тот подоконник вот там где у меня на кухне орхидеи стоят у которых такая шикарная корневая система и шикарные листья и вы только сами были свидетелями как мне пришлось сделать вскрытие этой орхидеи но которые тоже были прекрасные корни и прекрасные листья она вся была заражена этой гадостью и поэтому я очень боюсь лишиться своей коллекции кто смотрит мой канал все знают что мне составляет труда нарастить листья растению восстановить тургор тургор а далее нарастить корни добиться цветения орхидеи с паразитами справиться но с фузыриозом мало кому удается и если так растение уже поражено вот я вам полностью вскрытие сделала я дошла до листа один лист остался без шейки принципе если бы на нем было хотя бы по длине и чтобы была шейка может быть пошли бы корни но здесь корням не откуда идти и не знаю если смысл даже над водой стать я конечно поставлю над водой посмотрим что будет вот она шейка материнского растения как я не резала как я не зачищала все равно вы видите да вот эти пятна то есть это только в корзину хорошо промыть горшок отдать кипятком его потому что фузыриоз такая гадость что нужно обрабатывать и подоконники потому что живет он долго и обязательно думать горшок вот такая вот у меня красивая орхидея была с хорошими прекрасными листьями плотными красивыми большими корневая система листья цветы смотрите какая красавица я ее сейчас выброшу готова прям плакать видите и ничего с этой заразы не сделаешь вроде вовремя заметила почернение и меры приняла и растение вроде еще не погибала но она гнила уже внутри вот этот лист я поставлю над водой но шансов у него 0 вот еще орхидея я смотрю она тоже вся малиновая вот она это же она поражена видимо этим фузыриозом гнил гнилых мест я пока не вижу скрывать вот как предыдущую орхидею смысла и нет но естественно она поместится на карантин и я еще раз замочу ее в препарате топаз спасибо что со мной смотрите дальнейшее видео я вам буду показывать как развиваются орхидеи и возможно я все-таки найду способ как спасти для того чтобы найти способ как спасти надо найти что спасать вы сами видели что орхидея была хорошем состоянии и листья и корни и цветы по факту вскрытие показала что живого там мало хоть она и жила она была пораженная и вот такая вот орхидея спасибо вам за просмотр и всего вам доброго и до новых встреч пока пока